Привет, друзья! Я покажу вам как приготовить вкуснейшие протеидовые батончики. Они насыщенно шоколадные и имеют очень приятную текстуру. Эти батончики содержат 22 грамма белка на 100 грамм, а готовятся за 5 минут. Нам понадобится 200 грамм молока. Добавляем к нему 40 грамм какао-масла. С какао-маслом получится самый шоколадный вкус, но можно также использовать другое масло, которое застывает в холодильнике. Отправляем на плиту и нагреваем эту смесь до растворения масла. Также нам понадобится 80 грамм протеина. У меня это сывороточный протеин. Думаю получится и с другими видами протеина, но с каждым будет по-своему. Существенно будет отличаться пропорции для растительного протеина. Я их пропишу в описании под видео. Также нам понадобится 25 грамм какао-порошка. Сюда же добавляем подсластитель. И тщательно перемешиваем их между собой. Тем временем масло растопилось. Пересыпаем сухие ингредиенты к жидким и тщательно перемешиваем венчиком до исчезновения комочков. Конечно, можно просто соединить все ингредиенты в блендере, это будет проще, чем вручную. Добиваемся исчезновения комочков. Отправляем сотейник на самый низкий огонь и увариваем до загустения при постоянном помешивании. Масса начинает густеть снизу. Важно хорошо промешивать и не оставлять комочки на дне. Удобнее всего это сделать с помощью силиконовой лопатки. Комочков все больше и больше, не пугайтесь, в данном случае это нормально, совсем скоро паста превратится в один большой комок. При этом важно продолжать помешивать, чтобы никакая часть пасты не задерживалась на дне и не перегревалась. Если у вас есть термометр, то температура готовности около 82 градусов Цельсия. Но здесь готовность прекрасно видна и по консистенции. Густая тягучая паста, сформировавшаяся в пластичный комок. Она похожа на размягченный пластилин. Убираем сотейник с огня и продолжаем помешивать еще минутку. Подготовим форму. Любой контейнер или форму выстилаем пищевой пленкой. И выкладываем пластичную массу. Выравниваем лопаткой. Накрываем пищевой пленкой в контакт. И отправляем в холодильник до полного охлаждения. Через несколько часов достаем застывшую массу из холодильника. Снимаем верхний слой пищевой пленки. Масса уже совсем сухая и не липкая. Если вдруг у вас она немного липнет, то можно просто оставить ее без пленки на какое-то время. Верхний слой подсохнет и батончики будет приятно брать в руки. Переворачиваем массу на доску. Снимаем форму, пленку и нарезаем батончики. Я срезаю неровные края и нарезаю на небольшие кусочки. Все готово. Батончики не липнут к рукам. Прекрасно держат форму, имеют очень приятную текстуру. По вкусу они насыщенно шоколадные и приятно сладкие. При этом они содержат 22 грамма белка на 100 грамм. А готовятся за 5 минут. Это идеальный десерт для тех, кто любит шоколад и при этом следит за количеством белка в рационе. Хорошего вам дня!